Господа Орлов, как Вы относитесь к той атмосфере, в которой отбывает этот съезд Беларусь в свет, в Украине, в связи с тем, что Вашу книгу заборонили до выдания? Ну, тут нужно сразу докладывать. Когда Вы имеете мою книгу «Отколь нас род», так, детскую, то ее все-таки не удалось исполнить, хотя я сначала заборонил справдить цензуру. Водовецство Беларусь, значит, отмолилось выдавать. Дякую Богу, Водовецкий центр Батьковщина знайшел силу и мощность выдать эту книгу. И тут, я бы сказал, фифты-фифты ситуация. И НАТО вышло, а для полового наклада фактически арестованное. И лежит уже больше за полгода в друкарне без дозвола вывозить в книгарню и продавать. Забороненная была еще одна моя книжка. Десять веков беларусской истории, написанная с упольно с историком Геннадием Сагановичем. Я ее теперь друкую, газета «Свобода». Але эта книжка повинна была выйти в дневни, яче, 96-го года, у Водовец-тымостатская литература. Литерально за некий тыдень до того, як она могла заявиться, поступило, значит, указание зверху спонития. Теперь мы сукаем фундаторов на эту книгу. Ну и вот заборона этой нашей книги супала, это в одной, так сказать, паперы. Пришло распоряжение заборонить в одной паперы с забороной книги Василя Быкова «Чтена» и книги Ларисы Евгеньевны «Белый сон». Так что, ну, вот такие вот подборы авторов, ну, мы гоноримся с Геннадием Сагановичем с этой нагоды. Ну, что дотичить съезда и в контексте этих заборон, так сказать, моих книжек, ну, мне приемно, что я уже сегодня десятки книжек подписал вот этих детячих, внукам, детям наших слойчинников. Вот, ну, а некоторые из них, на жаль, и сами с цикавостью прочитают эту книгу, хоть она адресована детям, потому что ведание истории, так само, их, ну, взровняно, по-моему, от такого детяча. Чем вы думаете, именно это такие, вот, относенные улады до названных книжек? Ну, это пытание досать риторичное ваше, сподар Олег. Значит, это улада, она антинациональная, и, безумовно, на затекавленном вздоховании вот этого вот беспамятства, как, ну, наше, кстати, насельничество не робилось народом, не робилось нацией. Ну, есть в шерах, в шерах воззначение у истории, вот, Дюма любил повторять, что история – это цвик, на какие он вешает свои полотны. Вот, есть такое воззначение, еще, история – плод часу, она подобалась Наполеону. Еще кажется, что история – это книга, которую писут в Пераморсксе. Вот, наши верхи теперешние, они хочут все-таки написать свою историю и, как бы, ствердить свой статус пераморцев, но у них это не отрымливается. И я сподяюсь, что не отрымается, потому что, вот, как показывает наше житцо, авторы всех вот этих вот этих выкривальницких артикулов, листов, хоть у них и высокие науковые ступени, они обособляют силу разбирательную. Я знаю, что были спробы снять некоторые артикулы с энциклопедии истории Беларуси, и эти артикулы были замовлены вот тем самым Петрикову и компанией. Эти люди, которые выкривали вот двух том, ну, выкривали так званых национал-радикалов в сучасной гистрографии, и они оказались неудачными написать простый энциклопедичный артикул. И тому, а последний том энциклопедии истории Беларуси, насколько мне вядомо, вышел практически без купюр. На жаль, только погоня была снятая с вокладки. И вот, как раз, у значной ступени тому, что это так званый операмостцы не устанет написать историю. Дякую.